Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 14 октября, на улице 22 градуса, это еще не на солнце, на солнце у нас на балконе показывает 28. Короче, осень, видите, вступила в свои владения. Короче, очень тепло, смотрите, это в шортах. Решили мы сегодня с женой прокатиться до соседнего городка, ну как он в 10 километрах от нас находится, город Кальф называется. И там есть такое местечко, сделать, короче, вандербэк, это, короче, погулять по лесу, по таким красивым тропам, поэтому приглашаю всех с нами прокатиться. Ну и сейчас заодно расскажу немножко о новостях, которые случились за эту неделю. Ну что, погнали! Смотрите, какая осень в Германии, солнышко, листва еще такая зеленая, в принципе, такой желтизны сильной нету. Короче, все немцы сейчас выехали, видите, на велосипедах катаются. Я думаю, куда мы сейчас едем, там тоже будет народу. Ну, гулять 100% будет, и не один, и не два человека, потому что немчики любят, конечно, походить, погулять по таким местам. Значит, по нашим планам мы сегодня собираемся сейчас сделать этот вандербэк. Он расстояние вот этой тропы в что-то в районе 13 с чем-то километров, но мы, конечно, сделаем немножко поменьше, ну как немножко, наверное, в половину поменьше. Потом мы хотим там где-то присесть и покушать, там будет швабская кухня. Жена уже посмотрела по этому, по интернету. Там-то... Я думаю, здесь 100 можно ехать. Значит, там будет швабская кухня, поэтому мы перекусим после такого, после такой прогулки. И, в принципе, поедем домой. Значит, нам этот GPS показывает, что именно до точки нам ехать в районе 25 минут было, в 20 километрах. В принципе, это недолго, сами понимаете, что такое там 20-25 минут езды на машине. Тем более, видите, пробок ничего нету. А что касается моих дел, короче, на этой неделе пришло... Пришло письмо электронное, то, что мой Альфанс Хальдитль готов, наконец-то. И то, что нам записан термин на 18 октября. То есть, 18 октября я пойду его заберу. Наконец-то. Интересно, конечно, какой... какая дата будет его... С какой датой он будет действительным, потому что, в принципе, уже следующий год на насу, и поэтому, по сути, с таким успехом можно начинать иного оформлять. Но, опять же, думаем, что второй Альфанс Хальдитль будет делаться намного быстрее. Все, он катается на мотоциклах. Ну, видно и чувствуется, что так как, конечно, не осень, а такое прям бабье лето. Ну, а судя по температуре, так вообще лето. Очень красиво. Что касается моей автошколы, завтра у меня первый прюфунг. Это теоретический экзамен будет. Значит, мои какие-то завтра действия. В 8.30 мы встречаемся с моим учителем вождения. Делаем практический урок. Ну, то есть, короче, едем на машине. Я еду на машине. До этого, до Леонберга. Там, где будет проходить экзамен. Ну, теоретический экзамен. И, короче, я его там сдаю и возвращаюсь назад. Так что тоже интересно, завтра будет день. В принципе, эти правила я, конечно, учил. Не знаю. Я сейчас как тренируюсь, допускаю ошибки, но, как правило, билет у меня сдается. Потому что там тоже, в зависимости от билета, там тоже допускается какое-то количество ошибок. Там пунктная система какая-то. Поэтому, поэтому завтра посмотрим, что у меня там с этим, с прифунгом. Ну, а сейчас едем. Настроение отличное. Позавтракали. Пока еще сытые. Но думаем, что после такой прогулки, конечно, нам очень сильно захочется покушать. Поэтому я тоже сниму кафешку. Цены, че почем. И вообще, как мы погуляли. Приезжаем сейчас в город Кальф. Сейчас пока ехали такие красивые, эти были фахверхаусы, такие старенькие домики. С левой стороны речка была. Короче, очень симпатично. Ну, такое, видно, курортное место. Так все здесь неспешненько. Везде вот эти ограничения скорости. 30-50, поэтому не разогнаться. И вот, смотрите. Прям напоминает этот Шварцвальд. Возможно, это и есть какой-то его кусочек. Потому что вроде город Кальф принадлежит к райзу этому Карлзруя. А Карлзруя-то у нас Баден-Баден и Ижи с ним. Поэтому все это такое Шварцвальдская такая область. Вот все. В принципе, навигатор нам пишет, что нам осталось. Сколько? 8 минут. И сейчас уже подъедем. Правда, у нас уже бензин заканчивается. Что-то мы не подумали о том, что надо бы подзаправиться. Поэтому надо на обратном пути что-нибудь найти. Проблема в том, что в Германии в воскресенье, скажем так, не все заправки работают. И хоть мы, конечно, недалеко от дома и нам этой палки должно хватить. Но есть немножко беспокойство. Потому что постоянно вот эти перепады высот. И сами понимаете, расход бензина больше. Вот смотрите, какая красота. Вот Блицер стоит. Все ездят. Сейчас пока ехали, жалко, не заснял. Тоже был этот ехал Атом. Машинка такая спортивная. Альфа спортивная. Ну, конечно, уже немного мотоциклистов катается. Но видите, такая дорога, что сам Бог велел здесь кататься. Очень живописно. Но мы сейчас, конечно, будем ходить пешочком. Уже подъезжаем. Смотрите, какая лесная дорога. Ну, я так понял, что уже эта местность начинается. Потому что в навигаторе нам пишет то, что нам осталось 4 минуты. Один-полтора километра. Поэтому я думаю, что сейчас мы перейдем. В принципе, там такая местность, наверное, и начнется. Короче, вот видите, уже немчики некоторые отгуляли свое. Возвращается к своему машину. Нам это только предстоит. Погода классная. Доехали мы до нашей точки. Вот сейчас вот за людьми не видно. Но там видите, Вандерхайм. Это наш пункт назначения. О, пишет то, что цель достигнута. И вот, наверное, вот здесь вот кафешка будет наша, где мы будем кушать. Смотрите, сколько народа. И вот смотрите, контингент, в основном, конечно, такие люди пенсионного возраста чаще встречаются. Ну, наверное, санищинские пенсии тоже позволяют себе немного. Смотрите, парковка. Ну, кстати, места есть. Самое главное. Потому что в таких местах частенько все занято. Ну, сейчас что-нибудь найдем. И смотрите, такая вот красота нас окружает. Все. Сейчас запаркуемся. Резервируем столик. Если это нужно. Все, и пойдем погуляем. Так что все классно. Так, подошли мы к карте. Это наш маршрут. Мы находимся... Стар, да? Стар, да? Это вот мы? Да. И вот этот весь маршрут, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, занимает 13 километров. Но мы сделаем сейчас... Я вот думаю сделать, например, можно вот так. Мне вот сюда надо дойти. Да? А что здесь? А, здесь свинки? Свинки, вот. А, мы, конечно, наша цель – поглядеть на диких кабанов. Вот. Я вот хотела бы сюда. И можно вот так вот потом... Ну, ладно, сейчас определимся. Смотрите, какая. Какие просторы здесь. Солнышко светит прям дико. Прямо такое ощущение – лето, лето. Прямо аж жарко, пока доехали, и я уже это... Пофигел. Потому что у нас еще окно в машине сломалось, и мы его не опускаем. И поэтому очень, очень жестко в этом плане. Такая парковка. Парковка бесплатная. Что, конечно, для Германии не всегда типично. Сейчас вам покажу немножко. Парковка такая не очень большая. Но, слава богу, видимо, то ли не сезон, то ли еще чего-то, то такого ажиотажа нету. Короче, мы сейчас ориентируемся, в какую сторону нам идти, и пойдем прогуляемся. Сейчас зашли в кафе, хотели зарезервировать столик. Ну, девушка сказала, что сейчас он ничего обещать не может, потому что и такая большая занятость у них сегодня. Ну, сказала, что подходите, скорее всего, что-нибудь подберем. Вот, жена сейчас хочет в интернете посмотреть. Вроде она вычитала, что можно онлайн сделать резервацию этого столика. Поэтому сейчас посмотрим, получится или нет. Но в любом случае, я думаю, что уж там каком-то столике на двух человек мы найдем. Хотя уже сейчас заходили, народу было уже очень много. Все сидят там, пьют кофе, чай, кушают. Ну, короче, много-много народу. Смотрите, красиво. Ну, мы все еще в зоне парковки, еще так не отошли. Маршрут мы построили, занимает он 44 минуты до этих диких свиней. Ну, 44 минуты пешком, естественно. В районе, по-моему, 3,8 километра в одну сторону. Поэтому прогулка у нас будет где-то в районе 2 часов, наверное, туда-сюда. Плюс там потусоваться. Но все равно темнеет сейчас. Темнеет сейчас, по-моему, полседьмого в 7. Поэтому до 6 часов у нас время еще вагонить. Поэтому как раз хорошо придем к вечеру и покушаем уже такие уставшие. И как раз немножко остудиться, потому что что-то действительно так жарко сегодня. Идем минут 5 по такому лесной дороге. Видите, везде всякие таблички, указатели. Чего, как. Короче, ловимся на той мысли, что вот как будто, знаете, вот идем по Кузьминкам нашим московским. Потому что все очень похоже. Природа, запахи. Единственное, что голову не надо поднимать. Потому что когда смотришь на всякие эти избушки, там уже, конечно, видно, что не то. А так прям Кузьминки. Короче, народ здесь ходит и с палками, и с детьми. Очень много этих разношерстной публики. Ну, чаще всего, да, вот эти взрослые, такое поколение ходят? Да. Я оккупировал всю столовую, всю кафешку. Только пустые места были в этом. Ах, что на них таблички стоят, а резервируют. Да, да, и таблички стоят, что все уже зарезервировано. Не знаю, на какое время. Но по идее, самое, это время написано на интернете было. Окупировано это до 16.30. Ну, потому что потом, как бы, в основном уже все расходятся. Да. Ну, короче, я думаю, мы раньше сюда не попадем, поэтому нормально все. Все, идем дальше. Давай, пошли. Я думал, там кто-то ползает. Короче, сейчас так получилось не совсем. Вот, смотрите, кто гуляет. С детства уже приучают их к палкам, к таким походам. В общем, мы посмотрели маршрут, там будут в основном стать вот из таких, из такой местности лесной. Поэтому, я думаю, что если будет появляться что-то такое интересное, поснимаю. А так, конечно, чтобы снимать лес, он и в России лес. Как красиво здесь, да? Да, да, вспашено, вспашено все. Ладно, нам еще прямо идти. Прямо, да? Да, да, прямо. Пользуемся вот этой приложением Naps.me. Все вы его знаете, наверное. Поэтому не заблудимся. Дошли мы до нашей точки, где думали посмотреть на кабанов диких. Видите, такие загоны ограждены. Все здесь как бы культурно. Но, конечно, кабанов мы еще не видели. Ищем сейчас, идем тоже. Должно быть пункт какой-то просматривали. Все эти площадки. Мы что-то и найти не можем. Вот, дорога нас заняла. До сюда в районе 40, там, 2-45 минут. Пошли так неспешно. И с горочки, и в горочку. Пошли, то есть, разный маршрут. Вот, идем. Жена хочет на этих кабанов выглядеть, но что-то пока как-то картинка уныла в этом плане. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Нашли мы этот. Пункт. Пункт. Пункт осмотра. Как там. Смотровой пункт. Так он выглядит. Ну, кабанов, конечно, не видно. Все так сделано в этих. В натуральном виде. Все из дерева уже так. Обветвивши. Не видно, да? Ладно, если кто увидит, кабанов, кабаненка, пожалуйста, напишите в комментариях. А мы вот не видим ничего. Боже, я знаю, они тут вот тусуются. Ты думаешь, что они сюда приходят? Ага, там кто-то еще пакет. Вон, видишь, какая-то будка. Может, и там еще кто-то тусуется. Зашли мы тут уже на разведку, хотим посмотреть гриль-плац, пикник-плац, как-то он там правильно называется. Вот, смотрите. Тоже специально оборудованные места, где можно по-это, погрелить, что-то попикнить. Ну, понятно из названия. Смотрите, уже народ там отдыхает. Вон место одно, кстати. Ага, вот видите. Тоже совершенно бесплатно. Там надо, да, этот бронировать? Нет, нет. Где ты забронировал? Короче, приходишь. Вон, кстати, костер нужно сделать для этого, картошки. Да, да, вот видите, как. Ну, тоже, наверное, в зависимости от сезона здесь много-немного народу. Ну, вот видите, сегодня тоже очень теплый день. И тоже можно место было бы легко себе найти. И вот видите, тоже место, если дождь пойдет. В принципе, все чистенько вроде. Сейчас посмотрим, не нагажено ли там. Нет, вроде все хорошо. Нет, в принципе, я думаю, что если... Ну, так, конечно, стойки нагажены, но... Нет, но ты можешь это, ну, как его, заранее знаешь, что сюда только с... Да. Но сам факт, что... Да, она и наслана. Приедешь со своей щеточкой. Да, но главное, что есть место, где можно это реально погрелить. Как вариант, тоже неплохой, бесплатно, недалеко от дома. Да. И здесь... Вон огоньки, никто не говорит, что там, я посмотрю, там тоже скамеечка под вот этим павильоном. Угу. Так, что ладно, нормально, теперь будем знать, если вдруг прижмет. Вот, взял свою щеточку, подмелку для себя, привел в порядок. Да, тут видно, никто не убирается. Ну, это можно. Угу. Да? Угу. И вот там, это, смотри, скамеечка, и вот там уже разложится, и... Угу. Вот, короче, как-то так выйдет эти... Парк Пласс... Какой Парк Пласс? Гри Пласс. Ну, что-то, верите, мы были там... Был покруче, да? Ну, там крутой, да? Да, там было почище, получше, но тоже классно. Ну, это тоже не такой поганый. Да, так прийти, сесть. Вот, вот одно из мест. Да. Сейчас, короче, пойдем назад к нашей машине. Тоже маршрут у нас будет займет где-то 45 минут, и преимущественно все будет идти в гору. И все, и пойдем кушать. Время уже начало пятого, да, уже пол пятого. Поэтому аппетиты уже нагуляли. Да. И уж там больно, так у кафешечка такая уютная была. Сейчас оценим, что там. Нашли мы место. Жена изучает меню. Сейчас, дайте вам две секундочки. Нет, нет, сейчас начала изучить. Короче, жена не дает цены показать. Смотрите, детская площадка рядом с кафе. с таким видом. Народа очень много. Вот видите, сзади все сидят, кушают. Сидят уже, причем с самого обеда мы видели. Сейчас это все дело уберут. Потому что, в принципе, это единственный столик был свободный, который на улице. Сделали мы сейчас заказ. И нам сейчас принесли, смотрите, пока что мы ждем. Это Радлер. А это что-то на пивной основе, тоже какой-то очень вкусный. Я не знаю, как это назвать даже. Что касается по блюдам, сейчас тоже покажу, что мы заказали. По ценникам в районе 12-13 евро за каждое блюдо. Сейчас посмотрим это традиционная швабская кухня. Интересно попробовать еще, тем более, учесть, что мы очень голодные. Так что, приятного нам аппетита. Принесли нам еду. Смотрите, вот у меня мауль ташины, швабское блюдо, какой-то салат и картофельный салат, да? А жена заказала какие-то что-то типа тефтели, груша, шампиньончики. Ну, порции, кстати, не знаю, камеры передают или нет, но довольно-таки неплохие. Мы уже очень проголодались, прям слюни текут, поэтому все, мы кушаем и отдыхаем. Отлично, мы перекусили, теперь едем домой. За все, про все заплатили 35 евро, это уже с чаем. Все очень понравилось, блюда были очень сытные, прям уже так и даже хочется завалиться на диван и поспать. Такое чувство сытности. Погуляли, посмотрел по айфону, прошли мы чуть больше 9 километров туда-сюда. Перепад высоты был 80 метров, поэтому такая хорошая физическая нагрузка была. А теперь едем домой отдыхать. Завтра понедельник, завтра экзамен, как я уже говорил, это теоретически по ПДД, жене на работу, поэтому завтра тоже будет интересно, тоже поснимаю, что и как. Надеюсь, получится заснять. Вот, всем спасибо, пока-пока. Мы поехали домой. Союз недоружимый в доме доме Субтитры сделал DimaTorzok